Здравствуйте дорогие подписчики моего ютуб канала с вами Константин и так меня не было две недели потому что я был в отпуске я прошу прощения за то что все это время не было серий к сожалению отпуск у меня был довольно таки внезапный и не успел подготовиться чтобы отснять достаточное количество серий чтобы не было такого большого перерыва между ними но как говорится уже ничего не поделаешь и я наконец-то вернулся данное видео я не буду делать какой-то специальный монтаж делать какие-то вставки и прочее потому что на самом деле я сегодня дико устал я только сегодня в 4 утра проснулся потом в 6 вышел с поезда пока доехал домой потом тут же на работу с работы домой и вот сейчас я снимаю это видео хотя жутко хочу спать но почему я это снимаю потому что очень хочется поделиться первыми впечатлениями после отпуска потому что я провел его наверное почти как истинный анимешник но в каком-то смысле и так мой отпуск был в двух городах я ездил отдыхать к друзьям в Санкт-Петербург и в Нижний Новгород одну неделю я провел сначала в первом городе а потом во втором само собой я ходил на экскурсии там и вообще смотрел достопримечательности также там посетили мы аквапарк и Эрмитаж и прочее но дело в том что я обзавелся за все это время небольшим количеством манги чему был очень приятно удивлен и это было для меня довольно неожиданно по той простой причине что у нас в городе нашем маленьком Мухосранске манга очень дорогая и в средний домик любой манги там стоит примерно 700 900 а то и 1000 рублей что в принципе очень дорого я считаю хотя я очень люблю мангу в печатном виде у меня в принципе почти никогда не было но я все равно не решался ее покупать и в конце уже моего пребывания в Санкт-Петербурге я был в торговом центре и смотрю какой-то магазинчик с мангой точнее в торговом центре там просто какой-то отдел я туда зашел мне просто глаза на лоб полезли потому что она там стоила по 450 по 500 рублей а то и дешевле я боже мой а почему почему это большой город по идее должно быть все дороже почему нет почему у нас все намного дороже почему здесь дешевле но как оказалось так и получилось мои друзья у которых я отдыхал тоже анимешники и они подсказали мне где можно достать дешево мангу ну купить ее лучше всего было с рук что я в принципе сделал но уже в Нижнем Новгороде я был признаться приятно и неприятно удивлен одновременно сейчас постараюсь объяснить во-первых покажу вам эту замечательную стопочку которая привез с собой к сожалению больше купить я не смог потому что большего я не успел урвать да и в принципе рюкзак и чемодан у меня уже весили столько что я их и так еле-еле отрывал от земли итак это вот такая вот стопочка манги я сейчас конкретно о каждой вкратце вам расскажу расскажу какие-то свои впечатления не знаю я знаю что вы все читаете мангу читаете в основном в электронном виде уважуха тем кто читает ее в печатном виде нет не то чтобы какое-то предвзятое отношение просто я очень люблю конкретно печатный вид а в цифровом никогда не читаю просто не нравится честно это чисто мои тараканы вот три манги у меня посвящено атаке титанов я хотел вообще-то не успел урвать первые пять томов продавали очень дешево там продавали по 150 рублей за том но я не успел тому время когда я приехал уже их там купили единственное что я успел купить это шестой девятый том и еще один особый во-первых отдельно внимание шестому и девятому тому я не знал до сего времени что бывает печатная манга пиратская а именно такая она и оказалась но дело в том что я брал быстро брал пачкой мне прям в пакете вот так ее сунули плюс еще шел дождь это был это все-таки нижний новгород вот и продавец быстро убежал но мне было не того я был безумно рад что хотя бы что-то получил и так вот такая вот манга я уже дома обратил внимание что она какая-то странная вот специально приготовил то есть вот первый том который у меня вот этот вот вот видно в таком нормальном плотном переплете и вот это вот что уже бросается в глаза у них и так страшно отсканированная картинка хотя вроде бы сзади какие-то есть логотипы не знаю какой-то аниме мир аниме магазин какой-то что-то здесь такое не знаю вот но я не придал тому значение подумал что может быть такая вариация манги тоже есть но нифига когда я ее открыл оказалось это просто какие-то жуткие сканы то есть слабого разрешения не значит что там немножко вам попробую это делал пролистать может быть хоть что-то вам наверное видно особенно не будет но честно вот прям невооруженным глазом видно что это явная подделка хотя в принципе чё все равно читабельно хотя иногда даже текст настолько сильно расплывается что нельзя итак это шестой том и тут такой шрифт что даже с трудом можно почитать о вторжении титанов вот и девятый том она у этой мы там вторжение титанов почему-то название томов нет точнее она есть но почему-то на японском кстати сказать что вот девятый том вообще жутко палится что у него на первых страницах вот такие вот страшные японские в копии вот просто ужасного разрешения дальше идет тоже все ужасного разрешения разрешения но уже на русском я не знал что такое бывает и я теперь понимаю почему вот эти два томика стоили всего 100 рублей вот я-то думал что это халява но как оказалось что нет но был приятно удивлен тем что мне удалось урвать атаку титанов это спин-офф выбор без сожалений вот такой вот на самом деле очень клёвая вещь ну по крайней мере я так думаю я не успел ее еще прочитать я большую часть прочитал в поезде а вот ее конкретно не успел это спин-офф атаки титанов здесь рассказывается как леви прошел путь от городского бродяги до величайшего воина человечества это я сейчас на обороте прочитал не подумайте не от меня такая фраза умная фраза вот здесь уже видно как совершенно что это уже просто офигенного качества манга и вот эту историю я бы очень очень хотел честно прочитать я не знаю наверно вы читали может там даже уже о вовашка какая-нибудь по этому делу есть я не смотрел но вот это почитать будет прям дико дико интересно из простой манги еще могу показать что удалось урвать и девочку покорившую время почему взял по той простой причине что на самом деле полнометражка аниме версия которая есть с таким же названием мне очень нравится немножко был расстроен что ничего особенно нового манга для меня не открыла фактически просто пересказал все то же самое даже даже признаться немножко хуже хотя был один неожиданный момент который хоть немножечко но порадовал но честно сказать за ту цену что я взяли он стоил по 100 или 150 рублей не помню вообще фигня как бы можно было можно все это дело простить и так вот самая моя наверное гордость то что я взял точнее успел взять это 4 дома по one piece они все на русском языке это просто прекраснейшая манга потому что я для себя открыл признаюсь очень многого мне реально захотелось начать читать мангу может быть даже в электронном виде но я буду стараться ее доставать непосредственно печатном поставите на полочку и она будет такой моей большой гордостью вот первый том вот такой вот называется на заре приключений соответственно очень радует как сама рисовка так и качество исполнения в принципе хоть и простенькая но все равно приятная очень на ощупь обложка вот и мне нравится вставки от автора который показывает определенные зарисовки как выглядели определенные персонажи на ранних этапах написание непосредственно манги немножко туплю потому что уже много времени и жутко залипаю но все равно не остановлюсь потому что меня прет вот был приятно удивлен буквально нет был просто шокированно удивлен потому что на первой же странице первого тома манги по one piece я открыл для себя новое и я сейчас вам выдам такой спойлер так что никто не хочет получить и хочет сам получить то манги сейчас пропустить этот момент я никогда не знал откуда у луфи шрам под глазом здесь вот он всегда там был но никогда не знал откуда он оказывается луфи поставил этот шрам сам себе вот честно не хочет вот 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 видите а вот как он его зачем он сам себе поставил воткнул себе нож в лицо это придется вам почитать уже в манге я не скажу такого спойлера я вам не выдам вот но манга на самом деле была обалденная второй называется пират баги и его шайка ну понятное дело что вы все знаете но в каждое приносит на самом деле что-то новое вот здесь очень забавно было особенно смотреть зарисовки ранней версии непосредственно баги потому что он только в финальной версии о да сделал ему красный нос большой красный нос сначала он выглядел просто как пират сейчас я пытаюсь побыстром найти эту страницу как назло она у меня не особенно что-то ищется где-то она вот у меня потерялась не найду ну и бог с ней ладно так и дальше начинается самый удивительный наверное на мой взгляд фактически том который у меня есть в данный момент это третий называется правда и ложь вот такой вот формате почему удивительный потому что здесь у нас появляется усоп и я признаюсь был шокирован тем что усоп в манге в манге абсолютно другой не такой как в анимешке дело в том что в анимешке нам с самого начала показали его скажем так ну он очень ну то что он врун был это понятное дело но в анимешке он врал скажем так очень неуместно и его вранье очень сильно затягивалось хотя понятно было что он глупый его раскроет почему в манге это сделано адекватно в манге такого нет первая встреча луфи и усопа в анимешке была такая долгая сцена где они там по кустам притворялись что его там много он там кричал что у него там огромное количество соратников и типа и вот эта вот сцена была такая долгая странная вот и в этой сцены очень многим усоп с первого раза как и мне по первое не понравился здесь этого нет просто нет здесь просто он сказал короче они встретились лицом к лицу и усоп на серьезной мини ему сказал что у меня огромное сколько он там сколько-то миллионов по-моему соратников и ты сейчас это тут ему сказал да ты врешь явно усоп такой откинулся блин ну да вру короче ладно ребят что вы хотите давайте говорите то есть как бы это выглядело реально адекватно и второй момент который меня поразил почему усоп здесь абсолютно не выглядит трусом он реально ведет себя адекватно и никогда не вот не выдавал вот этой вот абсолютной абсолютной трусости им показывали то что ему чуть-чуть страшно что у него в какой-то момент дрожат ноги но то что он делает и то как он это делает в манге реально это сейчас какую-нибудь страницу хочу показать на то ничего не лезет не появляется вот но в манге он ведет себя очень-очень серьезно и мне на самом деле это очень-очень нравится то есть во многих сценах ты усопу ты усопу реально очень сильно веришь и он честно сказать по мне ни грамма не уступает ни зору ни луфи в какой-то степени это было очень круто следующее и последнее которое у меня есть в принципе манга это четвертый том ванпис называется полумесяц вот этот вот здесь у нас появляется замечательный персонаж Курхадо который я очень люблю очень жалко что его больше нету вот и как назло нигде не сделали его в качестве играбельного персонажа я не говорю про эти 2d-шные пиксельные ужасы которые выходили я говорю про полноценные игры и почему-то там этого персонажа просто решили обойти страну я не знаю с чем это связано вот здесь опять же усоп показывает себя просто с удивительной стороны которую не знаю в манге это было реально как-то очень сильно завуалировано под сопли под страх но здесь он реально просто очень сильно серьезен то есть здесь сделано все круто и признаться от этого хочется мангу читать но не смотреть больше сериал я так полагаю что это наверное относится то что я заметил не только к ванпису наверняка многие персонажи были другими изначально но почему-то в аниме версии их характер решили немножко поменять возможно это было сделано не специально потому что были добавлены какие-то дополнительные сцены решили добавить какие-то дополнительных реплик но они явно отражали ту часть характера которую здесь изначально автор не предполагал по крайней мере мне вот так вот это кажется пока я был еще в гостях в нижнем новгороде мне дали почитать у меня друзья у них большая коллекция коллекция манги я сколько успел прочитал это дракуни жемчуг я прочитал пять томов больше у них не было насколько я знаю всего было на русский переведено восемь и первые тома я был приятно удивлен потому что я не смотрел первый сезон анимешки потому что он был ну в общем мне не нужен на тот момент и это раскрыло очень много подробностей очень смешно было я дико смеялся многих моментах потому что в драгон боли в манге автор очень часто начинает ржать над собой там очень часто там они одна сцена была нет я не буду этого описывать честно это надо просто сесть и почитать там много есть сцен которые хочется сказать вот но то с каким юмором автор относится сам к себе это заслуживает только похвалы и я хочу достать все тома драгон боли которые были только на русском языке насколько мне сказали их всего восемь если это не так обязательно пишите в комментариях напишите в комментариях какая манга есть у вас на руках что вы читали конкретно в печатном виде какие персонажи реально интереснее в манге мне честно это все очень интересно и соответственно почитаю все ваши комментарии итак давайте на этом закончим теперь у нас наконец-то продолжится выходить серии я постараюсь выпускать по одной серии в день настолько насколько смогу из-за отпуска у меня выходных сейчас будет немного но тем не менее канал продолжает функционировать как только так сразу у нас продолжатся стримы новые игры как вы видите вот сейчас на плейстейшене у меня здесь уже есть определенные демо версии которые очень хочется посмотреть вот и скоро выйдет очень много хороших игр не говоря уже что скоро выйдет полноценная версия наруто туборуто шиноби страйкер который мне признаться как бы немножко зацепило может быть даже в нее и поиграю нормально лишь бы только было какое-то разнообразие в игре все остальное все потом обязательно поставьте палец вверх те кто анимешники все кто читают мангу и считают что я делаю наверное все это не зря все подписывайтесь на канал ставьте лайк давайте всем спасибо всем пока